Наш турист не боится переворотов, не боится смут. Это самый боеспособный, отчаянный турист в мире. Это первое. Второе. Русский человек на Ближнем Востоке чувствует себя спокойно, в отличие от американца, британца, француза, вообще любого западного человека, потому что у нас очень глубокие корни взаимных симпатий с арабами. И в этом смысле это тоже сказывается на настроениях людей. Третье, конечно, то, что, наверное, правильнее говорить о том, что в Египте сломлена ось, на которой долгое время, практически многие тысячелетия, держалась стабильность. Вот сейчас египтяне вспоминают Мубарака, осень Мубарака, которого несколько лет назад они свергли, и на место которого фактически пришел Мурсин. Потом они долго еще будут вспоминать всех предыдущих президентов, но стабильности не будет, потому что страна раскололась надвое. Вот в отличие от Сирии, ровно две половины примерно равные. Плюс вопрос, на каком основании западные страны свергают законно избранного президента? Фактически, мы же будем вещи называть своими именами, правильно? Это чисто спецоперация. Причем американцы тут же признают свержение Мурси фактически законным актом. Вернее, они признают то, что они не считают более Мурси президентом Египта. На каком основании произошел военный переворот? Тогда давайте уже говорить о том, что вся система международных оценок, международных критериев, международного права, она уже сейчас теряет всякий смысл. И в сущности нас и втягивают сейчас в систему международного абсурда, при котором законная власть может быть признана незаконной, против нее, как в Сирии, может быть организована вооруженная оккупация. И наоборот, любая незаконная власть может быть признана законной. Вопрос, как на этой почве вообще можно строить какие бы то ни было международные отношения. И кто инициатор вот этого всего? Россия? Нет. Кто? Вот этот вопрос, я считаю, мы должны сами себе сейчас задавать, чтобы хотя бы мы не теряли последних остатков здравого смысла.